Вот так стоишь в котловании на Молоково и понимаешь, что эта огромная дыра в земле нужна для такой же огромной машины. Стройплощадку будущей станции метро улица Шахтеров заполнили новые детали. Пока город спал, десятки большегрузов привезли сюда тоннелепроходческий механизированный комплекс ТПМК. Это та самая машина, которую запустят под Красноярском. Самая главная деталь вот эта. Она будет прорезать землю. Называют ее ротором или исполнительным органом, но это на инженерно-строительном языке. Пока комплекс стоит в разобранном виде, детали опустят через специальное монтажное окно и соберут. В длину эта 80-метровая махина займет чуть ли не весь котлован. Дальше она пойдет на три километра вперед. От станции Шахтеров в центр до Карла Маркса. Сейчас мы вышли на завершающий этап строительства монтажного котлована. Приступили к укладке бетона нижней распорной плиты, на которую, собственно, и встанет один ТПМК и второй. Ну и далее начнется проходка двух перегонных тоннелей практически одновременно с разбежкой в один месяц по графику. Поворачивается, длина, панавливает его. На кадрах примерный механизм работы ТПМК. Огромное колесо прорезает землю, тут же происходит обшивка тоннеля бетона. А так это выглядит снаружи. Механическая гусеница выходит из тоннеля. На время строительства метро всего под Красноярской землей будут курсировать пять тоннелепроходцев. В месяц одна такая машина проходит минимум 250 метров. Обслуживают ее до 80 рабочих в сутки. Ранее в сети появилась информация, что строить красноярское метро будет тоннелепроходческий щит Елена из Москвы. Оказалось, что нет. К нам привезли другую машину, но тоже из столицы. А вот имя ей еще не придумали. Есть такая традиция у тоннельщиков. Называют женскими именами. Сегодня на место будущей станции метро улицы Шахтеров приехал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Метростроители отчитались, что работы идут по графику и показали детали тоннеля проходца. Ну что, вот он. В Красноярске первая машина должна стартовать во второй половине декабря. Сибирские морозы ей нипочем. Софья Толстопятова, Илья Гришан. Новости Прима. Продолжение следует. Продолжение следует...